Алоха, с вами Свордплей, и мы продолжаем бродяжничать в Зеба Гранд, я обнаружил после того как в прошлый раз закончил запись, что у нас появился новый скилл, я так и не понял откуда я его прокачал, или он просто выпал, он стоит 70 рейджа, и мы будем в воздухе крутушку делать, выглядит достаточно прикольно, я уже попробовал, но когда будут враги, думаю использую, и я поставил его, чтобы он юзался наверх Б, а первый наш скилл будет просто юзаться на Б, Ну что, мы продолжаем искать корону бессмертия Древнего Королевства, чтобы отдать бабушке этой, и тогда она снабдит нас информацией о том, где находится браслет Зои, который мы должны принести ведьме, чтобы она нас освободила Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Так, найди корону и вернись назад, поняла. Так, это я могу приготовить, потому что я купил эти рецепты в прошлый раз. Я так понял, потому что нигде в инвентаре этих вещей нет. Чтобы готовить мне вообще ресурсы, что ли, они нужны? Так. Давайте проверим, на как долго будет бам. А, написано перманент, то есть это навсегда. Так, хп плюс 6%, атака плюс 2%. Кстати, вот это магнус почтеп. Так, эко-то яйцо. Ну, я там вижу вроде еще бекон, зелень, еще что-то. А-а-а, нет, вот показываются ингредиенты. Так, окей, я приготовил. Где это теперь будет? В потенах. Или я типа уже съел. Может, считается, что я уже съел, но нигде визуально я этого не вижу. Ладно, посмотрим. Так, вот это был новый спешл. Воздушная крутилка. Воздушная крутилка. Так, ничи падают. Я сомневаюсь, что они прям лучше нашего. Поэтому пока не будем залезать в инвентарь. Какие-то враги, какие-то скелеты мелкие в бочках с динамитом. Ха-ха. Забавно выглядят. Темная такая пещера прям. В принципе, пещера и должна быть темная, если нет никаких источников исключения. Так, что это такое? Это враг? Это просто какая-то статуя. Я нашел статуи черепахи. И теперь я могу прокачать силу-2. Так, мы сделаем. Так, Шайнинг Ассаут наносит больше дамага. Что это? Скилл или что такое у меня вроде? Нет подобного скилла. Так. Еда. Поднятая, что ли? Еда восстанавливает на 10% больше. Так, пути у нас откатываются быстрее. Восстанавливает 20 рейжа, когда поднимаешь еду. Надо бы тоже прокачать. Пусть не только хп восстанавливает, но еще и рейж. Это та еда, получается, которая просто может падать из... ... каких-нибудь вещей или из врагов убитых. Можно просто легкой атакой месить и все. И я легко прорубил себе назад здесь. Пусть просто комбинация легких атак. Так, нашли новую броньку. Заодно посмотрим мечи. Нет ничего интересного. Так, броня получше. Первым. Так, комбо восстанавливает, что ли, хп. И комбо повышает атаку. А еще рядом подписка медиум. Медиум это среднее. А что такое минор? Я знаю, в музыке есть минор, ля минор. Все такое. Ну, не только ля минор, насколько я помню. Ну, а что имеется в виду здесь? Не знаю. Ну, тоже, наверное, насколько сильна руна. Раз у другой написано медиум, среднее. То здесь либо это сильнее среднего, либо слабее, по крайней мере. Я так предполагаю. Так, второй век. Ах, наконец-то он. Я слабил свою защиту, чтобы я мог порубиться сквозь него. Он очень долго что-то щит не поднимает, наверное, потому что я его бью-бью. Может, работает как стагер. То бишь, встанет. Но это тоже не факт, это предположительно. Так, я все равно заметил, что фпс иногда проседает, иногда нормально. Когда нет боя, он всегда, в принципе, нормально. В бою... Может, от эффектов меча, хотя, блин. Да, стилистика неплохо сделана, но все же это не какой-то топовый графон. Движок Unreal Engine. Правда, не знаю, какое не написано. Просто, когда запускаешь игру, написано Unreal Engine. Ну, блин. Не должно проседать бы, по идее. Если прям совсем жестко будет, поставим средние текстуры или низкие. Посмотрим. Вы еще напишите, как вам. На видео это смотрится, потому что у меня даже если проседает, мне это нормально. Но, может, если со стороны, то это будет не очень. Статуи типа ловушки такие примитивные, как я понимаю. Так, окей, подхилимся. Так, а почему она меня задевает? Аж отсюда огнем. На таком огромном расстоянии. Жесть. Просто жесть. Так, пока. А-а-а, мне бы перепрыгнуть. Так, пока. Так, хочу я наверх, потому что, наверное, по низу нам нужно будет идти, я так предполагаю. Так, я не так хотел, я не хотел вниз. Ох уж, эта комбинация воздушная. Чего я не могу взять вот эти щиты, правда они очень огромные какие-то. Я, конечно, не против того, что здесь можно уклоняться от атаки, тоже прикольно, хорошо. Но еще бы хотелось иметь и щит, если что, чтобы вариативности больше было. Так, здесь проход. Куда-то наверх. Скорее всего и внизу есть проход, давайте исследуем здесь проход. Продолжение следует... Продолжение следует... ...сердвижка. 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 Отлично! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, посмотрим Дива здесь просто локация такая Вроде нет пока босса Ну, врагов, конечно, интеллект туповатый Вот он сейчас тупо смотрел в проход и всё Я считаю, нужно допиливать Чтоб хотя вот такой банальщины не было, что враг тупо смотрит в стену А не идёт в нашу сторону атаковать О, смотри-ка, лучник А, я вышел Сейчас все враги отрегенятся, нет? Вроде нет А вот эта бочка отрегенилась Казанчик хороший Так, как на... Ааа... Здесь не будет слишком много прыжков в игре Спрыжки Не очень Ну, по ощущениям. Может, я не могу допрыгнуть отсюда? Нет, всё же могу. Но нужно разгон сделать. До свидания, враг. Да, блядь. Уже всё же слева нужно запрыгивать. К тому лучнику. А можно сюда. Вот как. Блядь. Аааа. Песячие локации, когда надо по платформам прыгать. И ещё лучники. Любят в играх такое делать. В Salt and Sanctuary, да. Ну, в соли убежище переводится. Тоже там есть такая локация. А где прыгающие лучники. А тебе нужно по платформам прыгать. Ха-ха. Здесь без прыжка вообще. Чей без разбега вообще никак. Так, придётся попотеть. Блин, кто недолёт, кто перелёт. Сломал. Так. А если бы это было, раби-раби. Я бы сейчас от стен отпрыгивал. Ха-ха. Я нашёл. Я ещё больше смог подпрыгнуть. Имп-нэйл. Бога чёрта я нашёл. И ачивку дали. Типа секрета. Так, и что это за вещь? Интересно. Ключевая какая-нибудь? Нет. Может материал? Я тоже не вижу. Здесь тоже нет, но я ещё какой-то армор потион нашёл. Так. Ну, армор это броня. То есть он вроде как баффает. На меня броню написано. Супер броня, супер армор бафф. Ага, это оружие. Огненный меч. Отлично. Кипируем, конечно же. И не надо будет покупать. Мы могли подобный купить. Только в нём не было всех этих отличных рун. Так. Хорошо, хоть враги. Не появляются, пока я на этом экране нахожусь новые. Иначе мешали бы мне прыгать. Я и так падаю часто. Мне хорошо, что внизу безопасно. Надеюсь, здесь не будет каких-нибудь локаций, когда внизу будет смертельная какая-нибудь расщелина. Мешки, в общем-то, нормальные. Просто... А! Надо чётко рассчитать. Чтобы не перелететь. И рассчитать, когда нажать прыжок. Снова я упал. Неезжая. Снова я упал. Нет. exploding только один умер". Уж петриклятые! Хотите меня скинуть? Я всё же запрыгнул! Так, давайте с чего-нибудь прокачаем. У нас мана есть. Так. Рейш, что будем останавливать после поднятия еды. Акать Котеона уменьшим. КПшечку, ну и всё. Они ж меня зажмут сейчас! КОНЕЦ! ПРzone... В Depois... Пparty! Так, отлично, от их рывков можно сделать свой кувырок. Так, какой-то новый вбит врагов, и тощий и длинный мертвяк. Очень контрастен с этими старовиками с щитом, и огромные, и более низкие, а этот такой тощий, зато очень высокий. Так, точка сохранения, и на этом моменте мы закончим это видео, продолжим исследовать эту немаленькую локацию в следующий раз. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии, комментарии, а с вами был Сворд Клейм, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok